Лешик Шерепко, чрезвычайно полномочный посол Польши в нашей стране, в Бресте, находится во второй раз. Первая встреча с главой региона Константином Сумаром состоялась в 2011 году. Пришло время определить новые вехи сотрудничества. На встрече дипломат высказал свое мнение о Брещине и о том, что именно в Бресте видит заинтересованность среди чиновников в развитии белорусско-польских контактов. Слова подтверждаются реальными делами, продолжил Константин Сумар. Торговый оборот за шесть месяцев 2013 года составил более 200 миллионов долларов. Экспорт увеличился практически в полтора раза. Самое основное, что идет дальнейшее увеличение предприятий коммерческих с польским капиталом. У нас уже на территории Брестской области работают более 250 предприятий с польскими инвестициями. И девять из них находятся на территории свободной экономической зоны Брест. Я должен сказать, что мы видим, что перспективным развитием у нас должно идти или развиваться экспорт услуг. Я имею в виду особенно туристические направления. Тем более они все больше и больше пользуются спросом и нашим населением, и населением вашей страны. Для того, чтобы успешно реализовывались все проекты инвестиционные, необходимо улучшать логистику, развивать трансграничное сотрудничество. Это возможно и это необходимо. Чем более развита с обеих сторон будет приграничная инфраструктура, чем оснащеннее переходы, показывает мировая практика, тем лучше для экономики стран. Всегда в Бресте хорошая атмосфера встречи. Я имею в виду сравнение, могу честно говорить, но результаты мы подождем, потому что это только, вы знаете, первые вещи. Я бы хотел прежде всего тронуть вопросы на с границей, потому что это для вас и для нас существующая вещь. Я думаю, что нам получится в близком будущем сделать заседание комиссии, о которой я говорил, по трансграничному сотрудничеству. Она в состоянии решать много вопросов, связанных и с малыми приграничными движениями, и с инфраструктурой граничной, и с визами. Так что тут это очень существенная вещь. Я просто ищу союзников с вашей страны. Конечно, на встрече говорили и о культурном сотрудничестве. Поляки и белорусы – народы, у которых много общего в традициях и менталитете. А потому следует как можно чаще встречаться, проводить фестивали, форумы, реализовывать совместные проекты. Я думаю, что у нас непочатый край работы именно в культурном обмене, потому что вот те проекты, которые мы сейчас проводим, достаточно один проект назвать «Наполеона Орды». Вот тот музей, который мы на Ивановщине хотим сделать. Я думаю, что тут будет правильно, если и польская страна немножко начнет финансировать некоторые там мероприятия по воссозданию музея Наполеона Орды. Для всего вышесказанного необходимо открывать границы. Они должны быть прозрачны. Но пока о прозрачности не говорят. Есть проблемы, которые решаются на уровне Министерства иностранных дел и правительств. Конечно, говорили о выдаче виз, то есть о проблеме их получения белорусами. Вопрос в увеличении штата сотрудников консульств. Мы пошли на максимальное облегчение для белорусов. Максимальное облегчение с документами. Вы очень легко получаете польскую визу, потому что все белорусы, независимо от того, что у вас есть здесь постоянное консульство Евросоюза, так что и так вам легче. Но в Минске это же самый процесс. Просто белорусы предпочитают прежде всего консульство Польши. И у нас за последнее время громадный рост виз, который мы даем. Это два раза, за моей память, два раза мы увеличили количество виз. В последнем году было 350 тысяч. Три с половиной процента граждан Белоруссии имеют польскую визу. Вы знаете, в другой стране такого нету. Вообще нету. Все эти вопросы решаемы, когда есть добрососедские отношения. Ведь не зря в народе говорят, хороший сосед лучше дальнего родственника.